Статуэтка за 140 тысяч гривен. Харьковский митрополитен оказался в числе покупателей наград от Оксфорда. Фейковых. Напомню, вчера издание Times сообщило, одна из украинских компаний продавала поддельные награды под видом британских. Во всем разбиралась Светлана Шакера. Вот так на широкую ногу в Оксфорде проходили мероприятия бизнес-ассамблеи. Вручение призов в мэрии города. Но вчера британские журналисты заявили, европейская бизнес-ассамблея за тысячи фунтов продает призы пустышки. Сегодня мы получили письменный ответ из университета. Эта компания, ее мероприятия и награды не имеют ничего общего с Оксфорским университетом. Харьковчанин Тарас Данько рассказывает, награду получил и харьковский митрополитен. Выявилось, что эта награда фактически марно-славна. Вот агенция, вот ее процедуры. Процедуры не прозорые. Далее, другие материалы о этой агенции рассказывают о том, как она работает, на каких условиях она работает, сколько, условно говоря, каких есть кошторий этой агенции за надание своих послуг. Награда за достижения в области качества. Так называется статуэтка, которую получил митрополитен. Вот она на сайте КП. Активисты антикоррупционного центра говорят, митрополитен ее купил за 140 тысяч гривен. И даже провел через систему Прозора, как услугу по оформлению и сопровождению документов на получение международной премии. За не полные три года они получили пять таких наград Европейской бизнес-ассамблеи и другой European Society for Quality Research. И через Прозоро они провели только одну покупку, но, конечно, скорее всего, они через бюджет проплачивали и все остальные четыре, которые мы пока не видим через Прозоро. В Харьковском офисе EBA нас встречает соуснователь премии Антон Савов. Только вернулся из Европы. Все обвинения британских журналистов отвергает. И говорит, бренд Оксфордского университета не использует. Тут написано «Welcome to the Oxford Summit of Leaders». Ну я ж не виноват, если компания в Оксфорде и саммит проводится в Оксфорде. И если саммит проводится в Оксфорде, то какой он должен называть? Ну причем тут университет. Университет никакого отношения не имеет к саммитам лидеров. Савов признается, выдал награды митрополитену и ректору юридической академии. Есть элементарные вещи. Значит, все компании, которые занимаются организацией и проведением церемоний, естественно, берут деньги. Вы должны это понимать. Почему убыточный митрополитен, которому горсовет постоянно выделяет финансовую помощь, покупает себе такие игрушки, в мэрии толком объяснить не могут. О награде якобы узнали от журналистов. Мы, как городской совет и исполнительные органы городского совета, ни в коем случае не хотим попасть под действия законов о коррупции и никогда не вмешиваемся в финансово-хозяйственную деятельность о коммунальных предприятиях. То, что касается награды. Есть вопросы. Пусть правоохранительные органы берут и проверяют, куда были потрачены деньги. В антикоррупционном центре готовят заявление в полицию с просьбой открыть производство о нецелевом использовании бюджетных средств. Светлана Шекер, Александр Яновский. Подробности телеканал Интерхарьков.